Это лекция курса JavaCore, февральский набор 2013-го. И первая лекция модуля многопоточной программированной Java. Тема сегодняшней лекции это классы Thread, Interface, RunAble. Это методы Thread, Start, Run, Sleep, Joint, Current, Thread. Это небольшая гихотомия между потоком и... Только это именно собственно, это именно нарицатель. Между понятиями поток и процесс. И... Так вот, значит, одна тема, вторая тема, вторая третья тема. И вроде все. Сейчас посмотрим. И общее представление на потокном программировании. Итак. Да, в целом конфет. Начиная где-то с 2005-го года начался новый тренд. Собственно говоря, всегда существовало многопоточное программирование. Но начиная с 2005-го года началась, в прямом смысле, новая эра. На нем стали делать намного больше акцент. И в очень большом количестве вакансий появилось требование, чтобы человек знал наопоточное программирование. Можно его знать по-разному. Вообще это очень глубокая тема, по которой можно фактически там даже кандидатские пишутся. То есть фактически это целый раздел теории алгоритмов. Если кратко, ситуация следующая. Я кину ссылки. Собственно, в этом году вышло пару статей. Такие скажем, программных, которые определили... Ну, как, зафиксировали тренд. Есть так называемый закон Мура. Закон Мура. Мур, по-моему, Гордон Мур, был директором, или как-то, кем-то там, главой корпорации Intel, не знаю, сколько лет. Но, по крайней мере, там, в 60-х или 70-х годах, в 60-х, наверное, он был подряд точно 10 лет директором Intel. И он сформулировал некоторую эмпирическую закономерность. Он сказал, что количество транзисторов на процессоре будет удваиваться каждые полтора-два года. Собственно, в чистом виде, насколько я знаю, закон эмпирический, это просто как закономерность. Директор корпорации подметил, что его ученым удается делать некоторый трюк. То есть, он не имеет отношения к физике, к юриспуденции, ничего. И он изначально касался количества транзисторов. Ни тактовой частоты, ни памяти, ни... Если кто-то слышал другой варианты, он звучит так. То есть, оказалось, что ученым, физикам, практикам, экспериментаторам, инженерам удается каждые полтора-два года в одном и том же процессоре, то есть, за примерно одну и ту же цену, примерно одного и того же размера, удваивать количество транзисторов. Что такое транзистор? В общем, какая-то наименьшая деталь для цифровой техники. И, скажем так, я могу ошибаться, но на сегодня в типичном дорогом процессоре, скажем, долларов за 300 от AMD или от Intel, порядка одного миллиарда этих самых транзисторов. Что не делает это уже очень большая наука, которую на сегодня в мире поднимают сотрудники в следующих нескольких лабораторий. То есть, надо понимать, что исполнимая программа транслируется в машинные инструкции. Ну, ассемблер максимально близок к машинным инструкциям, язык машинных инструкций. В нем всего лишь около тысячи инструкций. То есть, тысяча разных действий. Например, сложить два целых числа. Преобразовать целое число в число с полуощьей точкой такой вот точности. Всякие MMX, SSE инструкции сложить, вычесть и так далее. А есть и эти тысячи разных инструкций управляют миллиардом транзисторов. На самом деле, что там происходит, как они реагируют, это понимают только сотрудники нескольких отделов корпорации Intel, AMD, NVIDIA, ну, вот этих мощнейших производителей процессоров. В общем, то есть, первое, что надо понять, это количество транзисторов просто производят ученые-экспериментаторы. Просто они сидят в лаборатории, Intel тратит на них миллиард долларов в год в гонке с корпорацией AMD. И они каким-то образом увеличивают количество транзисторов. Это просто некоторый эффект, который получился вследствие, не знаю, еще, развития лазерной технологии, производства чистых кристаллов. И количество транзисторов просто растет само по себе. Это первый тренд. Второй тренд – это до определенного момента росла тактовая частота. Есть такой герб Саттер, очень известный товарищ, пишет на C++, издал много книжек. Это такая звезда сообщества C++. И он написал такую статью. Значит, свободные завтраки закончились. Это такой оборот английский, означающий по-русски халяву. Халява закончилась. Статья 2005 года. В каком-то могучем журнале Плюсовиков. Он там ведет колонку. И, в общем, он обсуждает. И вот некоторые такие вот графики. Тут приводится. Где зеленое – это количество транзисторов. Да, шкалы логарифмические. То есть, каждая клетка – это увеличение несколько раз. И, собственно говоря, количество транзисторов постоянно растет. В зеленой точке – это конкретные процессоры, которые на сегодня существуют. И вот оно растет, растет, растет. И до сих пор растет линейно. На самом деле, возможно, в ближайший момент произойдет очень мощная революция в сфере квантовых компьютеров. Непонятно. Короче говоря, квантовую механику достаточно сильно поставили инженерное дело. И, возможно, сейчас кармаличат 500 транзисторов разом в тысячу раз. Или в миллион раз. Но оказалось, что где-то в 2005 году один из графиков, а именно тактовая частота процессора, сломался. То есть, у меня компьютер, по-моему, 2,3 ГГц. То есть, 2,3 миллиарда операций в секунду. Эта частота была достигнута где-то в 2003 году. В 2005 году максимальная частота процессора была около 4,5 ГГц. То есть, мой процессор работает вообще в два раза медленнее, чем в 2004 году. Более того, частоты даже стали понижать. И получился интересный эффект. То есть, раньше была следующая ситуация. Пишется программа какая-то, которая пожирает процессор на очень долго. Photoshop. То есть, фактически он работает, когда большой формат изображения. Человек нажал, сидит, ждет, пока применяется фильтр. Нажал, сидит, ждет. Все еще хуже в сфере обработки видео. То есть, там, свадьбу снял, да, предприниматель за это 300 долларов возьмет. Вот он снял свои 10 минут видео, потом поставил на ночь, наложил там какой-то туман. Поставил на ночь, там, в каком-то Adobe Premiere, наложил эффект. И он целую неделю тратит свой компьютер, он гудит, потребляет энергию для того, чтобы наложить кучу эффектов. Потому что видео – это же куча кадров, все эти переходы, все стыковки. И поэтому раньше было то же самое в играх. Компьютерные игры загружают компьютеры практически по полной. И раньше был следующий эффект. То есть, почему, значит, фриланш, почему халява? Когда компании бьются на рынке между собой, производители компьютерных игр, или производители средств для обработки видео, и компания придумывает нечто новое. Новый искусственный интеллект для ее игроков в игре. Или совершенно новый эффект для преобразования видео. Или для трехмерных сцен, все эти трехмерные фильмы. И оказывается, что эта штука работает медленно. То есть, обычно это замечается у компьютерных игроков. Выходит новая игра, совершенно новый 3D-шутер. Но, чтобы она хорошо летала, нужно купить компьютер за 3000 долларов. Иначе все тормозит, кадров мало, эффект нельзя все включить. Но можно подождать год, и компьютер, на котором все будет летать, будет стоить уже полторы тысячи долларов. Потом 700 долларов, потом 300 долларов. Потом можно взять бэушный компьютер, на нем там. То есть, получалось следующее. Да, надо понять, что вообще в нормальном мире Айти-индустрия, это все-таки, она обслуживает интересы других, более мощных индустрий. То есть, производство правонародовое обеспечение, производство компьютеров, все-таки это небольшая ниша, в которой не очень много денег. Ну, по сравнению с реальным бизнесом в Америке, по сравнению с военным бюджетом, по сравнению с физиками. Американцы летят на Марс. И айтишники, в общем-то, обслуживают всех остальных. В нашей стране, поскольку индустрия вся рухла в 95-м, в первом году, то у нас есть как бы программисты на коне. Потому что нам просто некого обслуживать. Город мертвый. А у них нет. У них программисты обслуживают остальную индустрию. И оказалось, что так, товарища Статару, в 2005-м году перестала расти. Если ты написал крутую игру, но она идет медленно, плохо, кадров не хватает, ты ждешь год, она все так же идет медленно. Ждешь еще пять лет, она все так же идет медленно. Потому что компьютеры сами по себе не ускоряются. То есть на процессоре 2 миллиарда операций в секунду у меня. Через год тоже будет 2 миллиарда. Через год тоже 2 миллиарда. И это очень плохо для экономики. Потому что нельзя вводить новые фишки, новый эффект. Ну это сильно заметно по фильму. То есть 3D, рендеринг 3D сцен в фильмах с каждым годом все лучше и лучше. То есть генерируют реалистично очень миры. Итак, что оказалось? То есть было много трендов, они повышались. Вот тут энергопотребление, мощность на тактовую частоту. В общем, два самых интересных. Это тактовая частота, которая перестала расти просто. И количество отразисторов продолжили расти. Причем можно даже заметить, что у них это ускорение. Тактовая частота, по сути дела, перестала расти. Что такое тактовая частота? Процессор это некоторая микросхема. У них есть, скажем, 2 ножки. Куда подается 0. Да, допустим. 0 и плюс. Да, здесь 0 и фаза как. Что это там скажем? 2-3 вольта. И вот тут напряжение, оно просто идет скачками. Каждый раз скачок прыгает напряжение, процессор меняется в состоянии. Это конечный автомат, который переходит за одно состояние в другое. То есть такая машинка, которая каждый раз там что-то переворачивается. Напряжение прыгнуло, она взяла число. Прыгнула, взяла второе число. Прыгнула, сложила. Прыгнула, она провестила ячейку. Прыгнула, взяла, прыгнула, умножила. И вот тактовая частота, это количество таких прыжков напряжения в секунду. Сейчас порядка 2-3 гигагерца. 2-3 миллиарда таких скачков в секунду. Какое-то время назад оказалось, что фактически не могут повысить тактовую частоту. Нельзя это делать 10 миллиардов раз в секунду. 100 миллиардов раз в секунду. Триллион раз в секунду. По ряду причин, исключительно каких-то инженерных, научных. Сначала столкнулись с тем, что процессор очень сильно греется. 200-300 ватт. То есть он уже работает как небольшой обогреватель, при том, что это вот такая пластинка. Появились все эти жуткие системы охлаждения на медных трубках, жидкостью. Система охлаждения за 300 долларов охлаждает кусок кристаллов. И куча других эффектов появилась, на которых физики сказали, что мы количество ударов не можем увеличить. То есть количество операций увеличить нельзя. А транзисторы сами по себе растут бесплатно. Просто наука идет вперед. Они делают все меньше, меньше, меньше. Их умещается все больше, больше, больше на плате. И тогда экономически целесообразно, то есть R бесплатно растет, количество транзисторов. Тактовая частота не растет. И тогда начали количество транзисторов превращать в вычислительную мощность процессора. Они говорят, если мы не можем сделать один очень быстрый процессор, да, еще, это два независимых тренда. Вообще. Тактовая частота и количество транзисторов. И один оборвался. Если мы не можем делать все более и более быстрые процессоры, то давайте эти миллиард транзисторов, вот и фактически у них пластина. Там они транзисторы стоят, на лебедке. Их же очень много. Их сегодня в два раза больше, чем полтора года назад. Давайте просто так разделим. И скажем, это будет такой же процессор, как два года назад. И это такой же процессор, как два года назад. Тут полмиллиарда транзисторов, тут полмиллиарда транзисторов. Вот эта штука называется ядро. Это все называется процессор. Да, или церковый. Центральный процессор, центральный вычислительный устройство. Так вот. То есть, вот у меня, например, ноутбук, куплен год назад, достаточно дорогой, но не сверхдорогой. В нем четыре ядра. Один процессор, но в нем четыре ядра. То есть, фактически, на одном финическе, если выдать, там один кристалл, стоимостью долларов двести. На нем порядка миллиардов транзисторов, но фактически они разделены на четыре группы. Это четыре независимых процессора, которые работают совершенно независимо. Сейчас уже есть восьмиядерные машины, шестнадцатиядерные машины. То есть, оказывается, что количество ядер все еще растет. И пока мисс физика подходит к тому, что их количество, в общем-то, растет с ускорением и может и стать критически много. Конкретно могу ошибаться, но... Герма или Тесла. У NVIDIA есть графическая карта, очень дорогая, порядка трех тысяч долларов. Вот на ней три тысячи двести процессоров. То есть, они за три тысячи долларов налепили сколько транзисторов, что-то там при графической карте процессоры проще, они что-то с оптимизировали, и они на одной плате за три тысячи долларов, ну, там много чего входит в три тысячи долларов. Сам процессор, допустим, две тысячи, остальное это всякая электроника. Разместили три тысячи двести независимых маленьких процессоров. То есть, транзисторов так много, что хватило на такое количество процессоров. Нет, все работают не быстро. Ну, так же, как и пять лет назад, с такой же скоростью. Зато их больше. То есть, получается, что абсолютно четко 2005 год, это, собственно, вот статья Гермасатора, он отметил, что, я так полагаю, впервые на рынок вышло... То есть, Intel и AMD для обычного пользователя начали предлагать двухъядерный процессор. Да, сейчас что? Если пишется нормальное серверное ПО, даже в Харикаме, то типично стараются не использовать пластеризацию. То есть, пока это возможно, чтобы весь процессор работал на одном компьютере. Чтобы не было двух компьютеров. Трех, десять, сто. Google работает где-то на одном миллионе компьютеров. То есть, там внутри, это несколько таких помещений размером с футбольное поле. Вот. Где стоят просто компы, компы, компы. Это очень плохо, потому что компы связываются по сети, начинаются TCP и IP, какие-то пакеты, пытаются поместить в один ящик все, в один компьютер. Типичный компьютер для хорошего харьковского проекта стоит примерно 5-10 тысяч долларов. Хороший сервер, с хорошим винчестером дорогим. Все хорошее. Это типичный какой-то сайт с глазами данных. Вот. И в нем, в общем-то, 8-16 ядер уже. Это дорогой, то есть, сам компьютер стоит 5-10 тысяч долларов, в нем, скажем, процессор стоит у себя тысяча-две тысячи долларов. Плюс, чем покупать 4-4 ядерных компьютера, проще купить 1-16 ядерный. Это одна коробка, все проще там. Администрировать проще, одна операционная система. То есть, типичный серверный программист на Java сталкивается, в общем-то, с этой реальностью. Ноутбук уже там 4 ядра. Сервер, он заметно дороже, чем ноутбук, уже 8-16 ядер. То есть, ядра, это независимые процессоры. И в этот момент оказалось, что? Расшел интересный эффект. Если раньше мы писали программу, и подождав 2 года, полтора-два года, она, вот из-за этого тренда, компьютер начинала работать, просто тактовая частота была 200 МГц, а теперь стала 400 МГц. И ваша программа просто в 2 раза быстрее работает. То есть, эти ступени идут 2 раза быстрее, его сильнее дергают, а программа это не более, чем набор инструкции. Взять числа, сложить, умножить, поделить, перевести, мучиться, сложить, умножить. Я, допустим, быстрее это делал. То теперь, если мы написали программу, и прошло 2 года, то процессор не стал быстрее работать. У вас теперь, у вашей программы, в подчинении, в 2 раза больше ядер. если вы написали супер классную программу, ее пока никто не покупает, потому что она медленно работает, но компания на будущее делает, то через 2 года будет просто в 2 раза больше ядер. То же самое, если мы сейчас хотим, то есть, будущее можно приблизить за деньги. Можно потратить на компьютер. У нас есть, например, компания, занимающаяся обработкой видео для свадьб. Мы за 300 долларов делаем, значит, видеоролики. Снимаем, через деле отдаем. И оказывается, что наш программист, видеоредактор, не справляется. Просто такие хорошие эффекты, такая дорогая свадьба, хорошая камера, вот такой размер изображения. И у нас просто целую неделю ноутбук или компьютер обсчитывает это видео. Применяет все эффекты. То мы можем купить человеку, например, компьютер за 20 тысяч долларов. И он будет все читать за одну ночь. Ну, если для бизнеса это выгодно, может, мы классное видео делаем. Но в компьютере, если взять компьютер за 2 тысячи долларов, компьютер за 20 тысяч долларов, за 20 тысяч долларов не работает в 10 раз быстрее. Нет, у него в 10 раз больше ядер. У этого 4, у этого 32. И получается, что нам нужно писать программы. Это просто тренд, который нам организовали физики. И, боже, храни, как, пожалуйста, Intel и AMD. Заключается в том, что надо писать программу сейчас, которая сможет использовать буквально любое количество ядер. то есть, если сегодня наша программа может быть запущена на сервере, на котором 16 ядер, то нужно каким-то образом писать программу, которая может загрузить и 256 ядер. Когда мы пишем такую программу, вот, продаем ее, если человек ставит ее на компьютер, где 16 ядер, она работает вот с такой скоростью. Она обсчитывает видеоролик за четверо суток. Если вы купите компьютер дороже, в котором не 16 ядер, а 32 ядра, то у него будет в два раза больше процессоров, и она обсчитает за двое суток. Возьмите 64 ядра, она обсчитает за сутки. Ну, собственно, в конце концов компьютеры покупают для того, чтобы их использовать. То есть, люди, играющие в игры, покупают их для этого, люди, обсчитывающие видео, люди, рассчитывающие физику, турбины, покупают их для этого. Иногда, зачастую у них по бизнесу все очень просто. То есть, они сидят и смотрят, насколько дорогое оборудование стоит купить, чтобы все работало быстрее, лучше. Но кажется, что сейчас, и если мы подождем будущего, или мы потратим деньги сейчас и купим что-то дорогое, оно не будет быстрее. Нет, у него будет больше ядер. То есть, программа, которая не умеет автоматически масштабироваться по количеству ядер, она плохая. Ну, то есть, купив программу, она работает с определенной скоростью. И мы никоим образом не можем ее ускорить. Мы не можем ни денег больше потратить, ни подождать времени. Вот если работает компьютерная игра медленно, 20 кадров в секунду, какие-то квадраты, какие-то разрывы, то она будет работать всегда на любом компьютере. Это не устраивает. То есть, это не устраивает бизнес совершенно. То есть, вечно плохая игра. Или вечно плохой редактор видео. И так, теперь вопрос. Каким образом можно использовать ядра? У нас есть процессор. Да, допустим, четырех ядерных. Мы, как программисты, к нему доступа напрямую не имеем. Есть некоторая операционная система, которая его эксплуатирует. То, что процессор штука достаточно низкого уровня, он там использует всякие вещи, о которых лучше не знать. Можно сумасшедшить. Есть целая специальность у программистов. Люди, которые пишут драйверы для видеокарт, для винчестера, для особенностей процессора. Это пять лет посвящаешь изучить все эти тонкости. Есть операционная система. И потом у нас у джористов есть GVM, еще одна прослойка. И потом есть наша джава-программа. Ну, у плюсовиков, если мы говорим, например, про C-шарпистов, то у них похожая ситуация. У них там есть целая это их виртуальная машина и их там, не знаю, как у них сборка называется. Если говорим про плюсовиков, они прямо вот здесь сидят. В любом случае мы все отделены от процессора операционной системой. операционной системы для работы, для утилизации, то есть использования большого количества ядер предлагают две абстракции. Она называется процесс, другой называется маленькая буква, имя на лицах, другая называется поток. и она говорит фактически. Сейчас посмотрим, что один поток загружает одно ядро. То есть поток это некоторая абстракция чего-то, что работает на ядре. Хотите загрузить четыре потока, четыре ядра, создайте хотя бы четыре потока. Если в программе три потока, извините, то есть фактически я ничего сделать не могу. Поэтому, для того, чтобы, да, если даешь операционной системе речь, создаем им много потоков, сто потоков, то что происходит? Операционные системы все современные, это называется многозадачность. Операционной системе если даешь очень много потоков, поток у меня это, java.lang.thread, у меня такой класс из JVM. Я их создаю, даю операционке. Операционка что делает? В чем заключается многозадачность? У процессора есть прикручен там такой таймер. Некоторая штука, которая, допустим, порядка, порядка, тысячи раз в секунду, она там в процессор посылает сигнал. Ее хватает операционная система, она просыпается в это время, и она в этот момент может переключать потоки. Это означает следующее. Если я дам, допустим, восемь потоков, а у меня четыре ядра, операционная система сделает следующее. Она, допустим, потоки гипотетически назовет там А0А1, Б0Б1, С0С1, Д0Д1. Вот с чего она на каждом ядре запустит А0, Б0, С0, Д0. Они будут работать. Через одну миллисекунду. Таймер, это часть микросхемы, которая почему-то дергается, генерирует сигнал. Электротехника младших курсов. Хера я должна это объяснить. Он работает? Вот. Она просыпается, операционка. Дальше она каким-то образом берет эти четыре потока, делает неактивными, снимает с процессора, берет четыре других и загружает. И она засыпает, они работают еще одну миллисекунду. Потом опять таймер вернулся, операционка проснулась, выгрузила четыре, заразила другие четыре. Если мы даем, допустим, очень много потоков, 256, ну вот эта карусель будет проходить, то есть операционка, чудесно это разрубливает. Единственное, что если мы сделаем, допустим, четыре тысячи потоков на четырех ядрах, то у нас получается на каждом ядре тысячу потоков, с каждым потоком будет работать в секунду одну миллисекунду. Ну, ему одна тысячная достанется времени. Ну, это выглядит в компьютере как, это четко. Если я запущу слишком много программ, особенно, кажется, сильно стартует IDE, у меня, например, флеш-плеер, когда играет музыку, начинает заикаться. Бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк. То есть, ему не хватает времени. Когда у меня стартует IDE, она сжирает мои там, четыре ядра, операционка, он запустил так много потока, она все время, что загружает, файлы будет экран, рендерит, что флеш-плееру не хватает времени. Ему там дают одну, допустим, один процент времени. Потому что один поток, а IDE, видимо, 100 запустило. И он их на 3 минуты начинает галку. То есть, он чуть-чуть декодировал аудио, а потом раз его выключили, и все, твое время закончилось. Поэтому, собственно, для того, чтобы создавать слишком много потоков, плохо. Их много, но каждый работает совсем по чуть-чуть. Поэтому, в идеале, допустим, себе, четырехъядерная машина создали где-то 64 потока. Сейчас посмотрим, что это за сущность. Пока просто про математики. 64 потока. Тогда я запустил на моем ноутбуке, они поделились, их по 16 штук. И каждый из них по очереди работает. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Если мою программу запустят на 8-ядерном процессоре, то операционка просто берет и делит их по 8 штук. По 8 потоков. Если раньше поток здесь работал одну в каждую секунду, он работал одну 16-ю секунду, то если тут их размазали, теперь количество потоков такое же, но каждый поток работает одну восьмую секунду. То есть ему дают больше времени работать. Если запустить мою 64-поточную программу на 64-ядерном компьютере, каждый поток работает независимо. То есть он работает все время. Ну, операционка у нее физически одно ядро, а так у нее 16 потоков. Она их по очереди запускает. Поработал, уходи. Поработал, уходи. Поработал, уходи. Это выглядит как. Если поток, например, крутит цикл. Он там крутнул его миллион раз, но раз он замер. Второй, второй крутнул, второй замер, этот крутит. То есть если он будет системат-принтелл то надо делать, если бы мы смотрели с такой скоростью, то он пишет-пишет-пишет, замерло, пишет-пишет-пишет-пишет-пишет-пишет-пишет-пишет-пишет-пишет-замерло. Чем больше ядер, тем больше времени потоки работают. То есть это напоминает в плане масштабирования, как будто у меня есть цех, в котором у меня есть бригада, в ней 64 работника. Да, и цех, на котором 4 станка. Я их бросаю, у меня 4 станка постоянно заняты. Работники по очереди работают. Но очень много работников бездельничают. Если мне дадут цех, на котором 8 станков, то 64 работника могут загрузить все станки. Все станки все время работают. То есть мы в 2 раза больше деталей выпускаем в сутки. Но если мне дадут цех, в котором 128 станков, то масштабирование прекратится. У меня 64 работника, которые используют 64 станка. Все, предел масштабирования закончилось. Нет смысла более мощным процессором, большее количество станков. Итак, из-за вот этого эффекта, собственно говоря, скажем так, код Java Senior, от любого современного Senior на любом языке программирования, в общем-то требует, чтобы он умел писать многопоточные программы. Иначе фактически код, которым пишет, будет неконкурентоспособным. Ну, обычно на проекте из 10 человек достаточно 2-3 человек, которые более-менее понимают, что это нам поточность, а все остальные должны просто знать. Многопоточность приводит к очень многопоточной ошибке, и они ужасные. В случае поломки там не вылетает исключение тут же. То есть в этом ужас многопоточности. Потому что получается, что много активности одновременно что-то используют. И при этом они друг другу не мешают. Они просто постоянно портят друг другу данные. Аналогии приводить не будут. Ну, сейчас посмотрим на этот программ, который показывает, как все ломается. Без исключений, просто идет вот так, странно. Итак, что такое поток с точки зрения программирования? С точки зрения программирования. Смотрите. У меня есть программа. Есть метод main. В нем вызывается метод A. В методе A вызывается метод B. В методе B вызывается метод C. В методе C вызывается метод D. Да? И мы рисовали, получается, стэк. Я вызвал main, он вызвал A, тот вызвал B, тот вызвал C, тот вызвал D, да, потом возвращаемся. Сама суть, что мы рассматриваем, что у нас есть одно место, которое сейчас активно. Да? Когда мы были в методе main, мы тут меняли какие-то локальные переменные. Когда мы вызвали метод A, мы зашли в метод A, и локальные переменные внутри main больше не меняются. Все, там все замерло. Теперь все меняется внутри метода main в методе A. То есть, как бы у нас активность, то есть, некоторые изменения локальных переменных переместилось в другой метод. Оттуда вызвали третий, переместилось туда, тут ничего не меняется. То есть, получается, есть некоторый центр активности, который перемещается. Поток, собственно говоря, и она переводит как нить, сайл. Он заключается в этом вот процессе. То есть, это прямо показывает, то есть, здесь везде локальные переменные. Да, в main написано, например, и плюс плюс, и тут опять и плюс плюс. Какое-то и есть. Здесь, в B, допустим, там будет, й плюс плюс, й плюс плюс, тут там, не знаю, к плюс плюс, к плюс. Я захожу в main, делаю и плюс плюс. Тут что-то изменилось. Вызвал А. И пошел сюда. Это не происходит. Тут вообще больше ничего не происходит. Я замер на вызове метода. Пришел сюда. Тут меняют переменные. Ухожу. Все. Вот эти плюс плюс не происходят. Фактически это означает, что этот самый процессор, ядро, у которого есть некоторое одно место, которое называется АЛУ. Арифметикологическое устройство. Вот он переместился, и теперь вот тут делает сложение, вычитание, умножение. Теперь он переместился, и вот этим занимается. В общем-то, как это называется архитектура фон Неймана. Был такой гений, он там придумал много чего. И он написал такую архитектуру, чтобы здесь есть, в том числе, он написал в целом, как устроен современный компьютер. И вот. Идея в том, что здесь одно место, в котором происходит вычисление. Переместировано сюда, потом мы делаем return, вернулись сюда. И вот это и есть выполнение потока. И оказывается, что вот таким образом мы можем загрузить только одно ядро. Потому что, если бы мы попытались вот эту парадигму с вызовами методов предложить для двух ядер, то два ядра, это физически, два независимых вычислителя. Они не могут одновременно делать И плюс-плюс. И плюс-плюс чудесно делает одно ядро. Надо взять число, прибавить ему один. Два процессора не нужно. Если есть два процессора, они хотят вычислять независимые штуки. У нас получается, что одновременно в двух разных местах будет вычисляться работа с локальными переменами и вызовы методов. И в этом случае вот это парадигма, что что-то активность прыгает сюда, потом возвращается, делает ветер, вызывает новый метод. Не работает. Можно было бы придумать, чтобы здесь одновременно прыгало две активности. Но это было бы крайне сложно программировать. То есть, если одни и те же локальные перемены одновременно трогать два потока, а если у нас 64 потока, то у меня одновременно по локальным переменам входят, вызывают методы 64 независимых вычислителя. Это как бы очень, ну, не знаю, есть ли такие языки, но это было бы просто невозможно. Поэтому решили следующее, что с каждым потоком, то есть, каждое ядро, есть разная операционная система, но все современные на сегодня операционные системы, популярные, Windows, все версии Unix, Solaris, все используют модель на потоках. То есть, ядро – это поток, поток – это вычислитель. Вычислители решили, что это будет один стек. Если у меня двухпоточная программа, у меня одновременно два независимых стекера, а тут метод F, который вызвал метод G, который вызвал метод H. одна активность прыгает здесь, меняя локальные переменные, return, вызвок, рекурсию, вторая активность прыгает здесь, у меня 64 потока, у меня 64 стека. Независимых стекеров. У каждой свои локальные переменные, они, собственно говоря, поэтому называются локальные. Первое, потому что локальные переменные привязаны к конкретному методу, если у меня тут локальные переменные, в методе main, pin и равно 0, и плюс плюс, то из следующего метода никак эту локальную перемену вообще не видно. Я могу ее передать по губинке метода, но при этом создает все ее копия. Сами не могут увидеть. Кроме того, локальность заключается в том, что эти штуки привязаны к данному потоку, отсюда их вообще не видно. Это не так по отношению к полям. Поля объектов, объекты хранятся в хите, где они могут разделяться потоками. И так, получается, что в многопоточной программе у нас одновременно несколько стэков выполнения. Любая программа использует потоки. Вот та штука, которая вызвала метод main, это поток. Просто мы не создавали его явно. Для того, чтобы метод main начал выполняться, создается некоторая сущность операционной системы, поток операционной системы. Ему ставится соответствие поток виртуальной машины. Ну, это одно и то же. И ему говорят, давай делать метод main. Вот тебе аргументы, заходи. Вот эта активность заходит в метод main и начинает выполнять просто по строчкам метод main. Что там? И равно нулю. Он говорит, хорошо, и ты равно нулю. Что еще делать? И плюс плюс. Он говорит, хорошо. То есть поток уже есть. Но если мы хотим более, то есть любая программа на любом языке программирования, чтобы выполниться, уже используют как минимум один поток. Кто-то выполняет метод main. Но мы можем захотеть создать другой поток. Итак, смотрите. Вот у меня есть некоторая программа следующего вида. Бесконечный цикл. Здесь будет Миллиард раскрутнулось. Еще что-нибудь сделать? Как же возможно? Два миллиарда. Значит, чтобы оптимизатор нам не помогал. И тут я пишу Ctrl-Ctrl-G 0 Ну, что она пишет? 0 Так, нужно как-то погасить оптимизатор. Выпилил, выпилил, выпилил. Сейчас. Мне нужно придумать дурную работу примерно на десятую долю секунды. Иначе оптимизатор понимает, что работа дурная. И выбрасывает порт. Подчеркивание, с Java 7 можно просто разделить, чтобы показать другим читателям. Ну, у меня такая программа какая-то. В чем она заключается? Есть бесконечный цикл. Что я делаю? Я делаю какую-то дурную работу. Зачем-то считаю, присваиваю переменную и синус от нее становится. 10 миллионов раз. Потом пишу 0. И опять повторяю. Давайте я это вынесу в отдельный метод. Как это будет? Так, наверное, да? Дурная работа. А я и смотрите. То есть моя активность целиком заключается. Заходит поток, заходит while true, а, да, и пошел дальше. Пришел к методу, зашел метод, d равно 1, хорошо, и пошел. k равно 0, окей. k меньше 10 миллионов, да. Вызвал синус, обсчитал синус, присвоил d. Пришел сюда. k равно 1. А, сделал k плюс плюс. Единица. Меньше 10 миллионов, да, хорошо, зашел, посчитал. Присвоил плюс плюс. Двойка, меньше 10 миллионов, да. Когда он накрутил 10 миллионов вращений, вернулся, напечатал 0. While true, и опять сюда зашел, да, и печатает 0. Вообще говоря, я максимально сильно занял этот поток. Вот он печатает. Печатает, а ну-ка. Так, ну-ка, я еще-то не пойму. Вот у меня четырехъединенный процессор, четыре окошка по-зарусски. Ну, он тут обманывает. Итак, а теперь смотрите, я могу сделать следующее. Я делаю новый поток. даю ему некоторое равное, и вот, наверное, чуть позже, такой метод. Хорошо, метод права. и, и ум, и ум, и вот он у самая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что я создал отдельный поток Отдельный поток Которым передал некоторый объект Этот шаблон называется команда Объект, в котором заключена работа Сейчас этот синтаксис разберем Но я ему говорю, значит так Создал отдельный поток, говорим вот Будешь делать следующее Будешь делать бесконечный цикл Будешь делать другую работу 10 миллионов раз И писать один Стартанул его Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok